Добрый вечер всем! Добрый вечер всем! Это, можно сказать, что это авантюра. Ну, настоящий подарок судьбы. Предлагаю посмотреть небосье, которое собрали наши агенты. Давайте. Босье вас. Название «Русский размер» выбрали потому, что, цитата, звучит как-то необычно и пафосно. Одноименный бренд, кстати, зарегистрировали только в июне этого года. Хотя группа прогремела на всю страну еще в 95-м году прошлого столетия. Песни с альбома «Ю-а-Ю» стали суперхитами всех дискотек. Кстати, у поклонников до сих пор именно старый репертуар пользуется наибольшим спросом. Благодарные фаны посвящают кумирам стихи. Понять меня никто не хочет, и между нами есть барьер. А он, хоть и не навороченный, но зато русский размер. Аня, Саратовская область. Долго ходили слухи, что размеровцы перебираются на запад. Даже обзавелись недвижимостью в Лондоне. Группу преследуют скандалы. Некоторые не утихают по сей день. Но группа «Русский размер». Смотрите детали. Красноярск. Ну что, давайте обсудим самый громкий скандал, раскол внутри группы. Кто же все-таки является настоящим русским размером? Во-первых, хочется заявить сейчас вам, что русский размер на самом деле он один. И сейчас он находится в вашей студии. В состав русского размера входит Дмитрий Копатилов, наш новый участник Игорь Луценко и я, Леонору Филимонова. Чем докажете-то? Докажем. Как всегда, хочу. Ну, во-первых, да, продолжай. Наш бывший участник Виктор Бондарев, два года назад ушел из коллектива, дабы заняться своим сольным творчеством. И как бы, собственно... Чего-то недосолил там. Чего-то, да, наверное, недосолил чего-то. И по этой причине вот сейчас, собственно, ходят всякие разные слухи по этому поводу, что существует два русских размера и так далее и тому подобное. Это неправда. А в июне этого года у нас есть зарегистрированный товарный знак на название. Поэтому, собственно, на группу русский размер это мы. Да, сейчас диктор, за которым не ошибся. Вот он. Да, вот, можно посмотреть на него. А с вами под Новый год происходили какие-нибудь такие необычные происшествия? Ой, я вот как-то не припомню. Когда на самом деле задают такие вопросы, сразу теряешься, поскольку начинаешь судорожно перебирать в голове, что же такое с тобой происходило под Новый год. Ну, на самом деле, могу сказать точно, однозначно, что в баню мы не ходили под Новый год и никуда не отправляли. Не нужно. Да, не оказывается не нужно. Обычно новогодние праздники у нас связаны с работой. То есть вы как все артисты работаете, зарабатываете основные деньги, на которые потом... Здесь, наоборот, стараемся исключить какие-то неожиданности в Новый год, но, тем не менее, все равно всегда происходит, конечно. И на сцене никогда ничего не было именно там в Новый год такого запомнившихся? Нет, ничего такого не было. Ну, какая-то, получается, неинтересная группа, ничего не происходит. Вы слышите, только скандалы. Да, как-то на сцене в Новый год у нас как-то ничего не падает. У нас, понимаете, как бы, у нас вообще-то происходит, в принципе. Вот. Я однажды был Дед Морозом, кстати, под Новый год. Да? Да. Где? Ну, это было давно, правда. Тогда вы еще не были группы Роскоризмирных? Это было абсолютно правда, но очень давно. Вот. У меня была такая борода, значит, и все не полагается. Ну и что, тогда я скажу, что я тоже была Снегурочкой, вот так вот. Не может быть. Да, я очень была. Тогда я скажу, что я вообще принимал в пионеры и барабанил в барабан под Новый год. Мне кажется, он не так веселый. Причем на крейсере «Аврора». Ого. Нигде не будет. Сейчас придумали. Нет, это абсолютно чистейшая правда. Под Новый год? Да. Здорово. Если бред исполнен под красивую музыку, он рискует стать хитом. Неизвестный автор. Ну, мне кажется, что этот афоризм недалек от истины. Ты знаешь, что сказать про песню «Ю-а-Ю», про припев «Ю-а-Ю», когда как бы там слов не было. Ну да, кстати, вот «Бредове», «Бредове» уж не придумают никак. Просто на самом деле там история была такая, что была совсем другая песня написана. Про телефон, как всегда у нас вся песня, либо про весну, либо про телефон. Вот одна из них была. Очень жизненная. Да-да-да. И там был припев такой не очень колбасный. И я придумал, что «Ю-а-Ю-а-Ю», слов больше не было, но играл на пианино. И так и оставили, собственно говоря. Не стали ничего предела. Мне кажется, что они ничего не значат на самом деле. Ну да, потом все ходили и ломали голову, что такое. И даже Юрий Айзершпиц считал, что это про него. Одно время. Вы раньше очень много гастролировали за границей. Ходили даже слухи о том, что вы собираетесь уехать жить туда навсегда. Ну и сейчас очень много гастролируем за границей. Может сказать, что мы даже больше за границей, чем здесь, в России. А почему? Надо спросить. Вас разлюбили русские? Нет, просто, наверное, полюбили там больше. Не, ну вообще на самом деле там-то мы выступаем тоже для русскоязычной публики. Да, поэтому. Поэтому, собственно, ничем по большому счету не отличается. Нет, ну вы же перепели свои песни на английском языке именно для зарубежной гастроли. Ну, мы перепели там пару песен. Мы перепели пару-тройку песен, да. И не специально для того, чтобы выступать там, а просто потому, что такая мысль возникла. Почему вы, собственно, не попробовать? На английском, а теперь хотим на японском еще. Да. И поехать в Японию? Ну вот была такая мысль сейчас, возникла буквально вчера. Вот, кстати, это тоже относится к таким неожиданным бредовым идеям. Которым, надеемся, станут. Хочется в том, что... Который записан под хорошую музыку может стать хитом. У нас вот девочка, она просто по-японски чешет, знаете как... Девочка – это я. Как вы чешете? Действительно говорите по-японски? Ну, немножко. Может быть, споете нам что-нибудь? Может быть. На японском. Хорошо, спаивала такая замечательная песенка. Ну, какую вам песенку спеть? Ну, спойм, это любимая. Тамэй кино де руйона, аната ноку цизу кэни, амай коюю мэ миру тамэ го коро я. Я там не читаю ничего, это я наизусть помню. Здорово. Я думаю, что теперь все ваши фанаты будут обязательно просить спеть именно эту песню. А вот обычно что просит из старого репертуара исполнить? Знаете, мы на самом деле совершенно недавно стали исполнять песню, которую мы практически вообще ни разу не исполняли. Она такая вот с такенной бородой, называется «Революция песни». Но эту песню почему-то в последнее время очень часто заказывают и просят у нас. И поэтому мы ее подняли, мы ее вспомнили, мы ее проиграли для себя, мы ее повторили, мы ее сейчас работаем. Песня «Призыв». Да. Как ни странно, то есть как бы для нас удивительно, но тем не менее. Вот и есть, конечно, такие песни тоже очень старые, которые просят петь. Что еще просят? Ну, просят, ну, «Ю-а-ю» опять. «Ю-а-ю», просят «Лезьи», просят «Она лежала на земле». Ну, в принципе, очень много песен, которые просят. Все сразу и не бери, дай бог каждому, все сразу и не перечислишь. Мало быть гением, надо еще и жить в столице. Аркадий Давидович. Я, может быть, конечно, я не права, но я так и не считаю. Нет, ну вы же переехали, вы же жили в Казахстане, переехали в Питер. Мы в Москву не переехали. Это потом... В Питер же переехали, все равно, пожалуйста. Оттянет, не оттянет. Не надо. Нет, это не из основателей группы. Ну да. Ну да, конечно. Ну, отчасти, наверное, это так, но тут опять нам нужно поставить сомнение. Ну, гений, да, вот к чему вы? Просто вот гений, понимаете, гений, вот это же такое... Мне кажется, что гений, он все равно, где он живет, гений. Ему на самом деле... Если он не гений... Ну вы же не стали развивать свое творчество в Казахстане, а поехали... Отнюдь, началось-то все там все равно. Ну, я еще раз подчеркиваю, что гений здесь абсолютно ни при чем. В этом случае, во всяком случае, извините за тавтологию такую. Вот, ну, для того, чтобы что-то сделать, может быть так, если это перефразировать, ну, наверное, да, нужно... Для того, чтобы сделать что-то в шоу-бизнесе, наверное, так. Для того, чтобы что-то сделать, нужно быть в нужном месте и в нужное время. Ну, вам было трудно пробиваться? Все-таки тогда были такие... Не труднее, чем всем остальным. Ну, я знаю, и джинсами торговали, и детскими бубнами, и в переходах приходилось петь. Ну, а кто не торговал детскими бубнами? Я. И в джинсами я тоже не торговала. У каждого в жизни случаются какие-то моменты, когда ему приходится делать то или иное работу. Это нормально, абсолютно. Признавайтесь, капризничаете на гастролях? Есть вот в вашем райдере какие-нибудь такие пунктики, как, например, лимузин к трапу самолета? Или вода какой-то там определенной марки? Ну, вот, кстати, хочется сказать, что вот у нас райдер такой достаточно демократичный. Такой, ну, не какой-то там вычурный, сложный. Во всяком случае, вот у нас нет там длиннагорода без косточек, как есть у других. Хочется сказать, что на самом деле мы не капризный коллектив, поскольку то, что мы просим, чтобы делали, да, то, что в радио указано, это обыкновенные такие житейские вещи, которые, собственно, хочется иметь каждому нормальному любому человеку. Поскольку, поскольку все-таки мы группа гастролирующая, да, естественно, очень часто останавливаются в гостиницах, это понятно, да. Естественно, хочется, чтобы были нормальные человеческие, человеческие условия. Чтобы была горячая вода, чтобы было тепло, чтобы не было насекомых. То есть, как бы, нам не нужно подавать лимузин, трапу самолет, не знаю, хорошо ты или плохо. Но машина должна быть нормальной. Ну, просто должна быть теплая и нормальная машина. Райдер должен отражать, прежде всего, вот реальность, реалии, как бы, жизни. Гастрольные, как бы, и вообще, чтобы было удобно и замечательно. Вообще, мы не капризные клиенты. Поэтому ничего за туманного у нас в Райдере нет. Кто это говорит? Вот говорит, самая капризная из нас. Вот она. Вам приходилось хоть раз, чтобы вам организаторы мероприятия, шоу, там, куда вас пригласили, говорили, какие цаццы? Нет. Это мы все время и говорим. Понимаете, я не знаю, что они говорят, когда мы уезжаем, поэтому мы на этот вопрос ответить не можем. Но, на мой взгляд, мне кажется, что у нас ни разу вообще за всю нашу деятельность не было ничего такого, чтобы вот, как бы, про нас такое сказали. Поскольку я, конечно, капризная барышня, но просто потому, что я барышня. Барышни же, они же, ну, вы же не понимаете, они же все капризничают, поскольку, ну, не знаю, по поводу, без повода. Мне кажется, что я капризничаю по поводу обычно. Ну, это тебе так кажется. Да. Спасибо, что пришли к нам в гости, заразили нас своим весельем, оптимизмом. Я думаю, что все у вас будет хорошо в творчестве, таких скандалов громких. Надеюсь, больше не будет. Мы с вами надеемся. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.